Да, да, и пропала вся прежняя грусть. Это хорошо, что вы смеетесь. Сразу я вижу, вы добрейший молодой человек. Нет, иногда недобрый. А я добрая. И это мой единственный недостаток. Потому что нельзя быть все время добрым. Впрочем, все вздор. Продолжайте, князь. Я надеюсь, вы что-нибудь получше осла вспомните. Потом мне почти все время было очень хорошо. Мне было... Я был очень счастлив. Счастливы? Угу. Вы умеете быть счастливым? Да. Научите нас. Не могу. Я же все время прожил в деревне. Редко выезжал куда-нибудь так, недалеко. Ну, чему же я вас научил? Вы знаете, мне все время куда-то хотелось ехать. У меня очень было большое беспокойство. Я... Я все думал. Как я буду жить? Я судьбу свою хотел испытать. Иногда, когда видишь, в полдень зайдешь в горы. Далеко-далеко. Станешь так один. А кругом сосны старые такие, большие сосны. А наверху замок тоже старый, разваленный. А внизу наша деревенька далеко-далеко, чуть видна. А небо ясное, солнце. Тишина страшная. Вот, и тут все куда-то зовет тебя. И все казалось мне, что если так вот идти прямо, идти долго-долго и зайти вот за ту линию, где небо с землей встречается, а там новая жизнь. И там-то вся и разгадка. Тотчас прям новую жизнь увидишь. Сильней, шумней в тысячу раз, чем... Мне все большой город представлялся такой, как Неаполь. А там жизнь, шум. Ну, мало ли, что мне тогда казалось. А потом я подумал, что и в тюрьме тоже ведь можно большую жизнь найти. Огромную. Я слышал один рассказ человека. Он просидел в тюрьме лет двенадцать. И жизнь его в тюрьме была очень грустная. Я вас уверяю. Но, конечно, уж не копеечная. А знакомство-то у него было всего с полком. Да и с деревцем, что у него под окном там выросло. Субтитры сделал DimaTorzok.